В первых раундах было тяжело отдать предпочтение кому-либо, но потом россиянин, на стороне которого была мощная зрительская поддержка, добавил в активности и стал вырывать раунд за раундом. В каждом из них рефери регулярно отдавал предпочтение Мурату, ошеломляющего кубинца мощнейшими ударами. Первый серьезный звоночек для боксера, покинувшего Остров Свободы, получал в 11-м раунде, когда Дортикас после очередного пропущенного удара был вынужден клинчевать. Но все равно его агония продлилась недолго. За полторы минуты до заключительного гонга после левого бокового Гассиева Дортикас рухнул на пол, а когда поднялся, получил еще. После второго нокдауна оставалось чуть меньше минуты. Рефери великодушно предоставил Дортикасу шанс не испортить статистику и достоять на ринге до конца. Тем не менее юниор не достоял. Очередным тяжелым ударом Гассиев отправил оппонента на пол, в очередной раз завершив бой нокаутом. Оставалось 28 секунд. Таким был конец зрелищного и красивого полуфинала Всемирной боксерской суперсерии. За этим боем внимательно наблюдал в ожидании соперника Александр Усик. Поднявшийся затем на ринг, позировавший для фотографов вместе с Гассиевым. Затем состоялась их первая дуэль взглядов. Так что именно в Сочи начались переговоры к грандиозному майскому финалу. Кто такой Гассиев? Мурат Гассиев – яркий представитель осетинской боксерской школы и на данный момент непобежденный боксер. В декабре 2016 года, одолев соотечественника Дениса Лебедева, завоевал чемпионский пояс IBF. Тот поединок вызвал неоднозначные комментарии. Счет судейских записок 2-1 в пользу Гассиева. 113-114, 116-111 и 116-112. И проигравший Лебедев тогда заявил о том, что заслуживал по меньшей мере ничью. Добавив при этом, что боксировал со сломанной рукой. Говорили тогда о возможности реванша, но еще больше вспоминали сказанные накануне слова Александром Усиком, завоевавший за два месяца до этого свой первый чемпионский пояс WBO. И готовившись к его защите, украинец метил тогда и на лавры чемпиона WBC. Они достались ему после победы над Бредисом. И прямо заявил, что было бы интересно сразиться с победителем боя Лебедев-Гассиев. Как видим, обоим пришлось немного подождать. Впрочем, ни тот, ни другой. Времени зря не теряли. Теперь у обоих по два пояса. WBO и WBC у Усика, IBF и WBA у Гассиева. Теперь уж встречи двух медведей в берлоге не миновать. Еще придет время поговорить о боевом весе, размахе рук и прочих технических деталях. Пока лишь отметим, что Мурат напоминает грозного панчера. О чем и говорят его соперники. Не раз после мощнейших ударов, попадавшие в глубокие нокауты. По обыкновению, Гассиев предпочитает сразу брать быка за рога. То есть первым идти вперед и диктовать условия. В отличие от Левши Усика, он ярко выраженный правша, грамотно передвигается по рингу и чередует атаки в голову и корпус. Именно эти качества приносили Осетину результат не только в последних боях, но и стали залогом успеха в битве с Дортикасом. Так чего Гассиев может предложить Усику? По сравнению с Александром Усиком, послужной список россиянина, несмотря на многие нокауты, не столь богат. Он молод, 24 года, в то время как Александру недавно стукнул 31 год и сейчас в боевой обстановке набирается опыта. Но уже сейчас способен в любой момент нанести нокаутирующий удар. Мурат старается избегать дальних дистанций. Это то, на что следует обратить особое внимание. Гассиев опасен в ближнем бою, но во время атак иногда забывает об обороне. Что в бою с Усика может стать для него фатальным. Дортикас и его команда об этом знали, но на ринге юниор не сумел воспользоваться слабостями оппонента. Возможно, у Усика это выйдет лучше. Мы с Гассиевым посвятили свою жизнь боксу, поэтому постараемся продемонстрировать все свои навыки. Прокомментировал предстоящий бой Усик. Просто два парня будут радовать своих болельщиков и будет великолепный бой, я вас уверяю. По мнению известного обозревателя в мире бокса Александра Беленького, Гассиев просто страшно бьющий. В некоторых боях он просто вырубает соперника. Он с ударом в обеих руках. Просто проблема в том, что Мурату нужно еще куда надо попасть. У таких людей, как Мурат, свое представление о мире. Поражение он просто не рассматривает. Гассиев, в отличие от Усика, обладает нокаутирующим ударом. Вот подбор его лучших нокаутов. В 2016 году нокаут Гассиева был признан лучшим нокаутом года. Причем, заметьте, нанес удар левой рукой. Причем, прямо на кнопку. Я просто говорил о Шемо, как он хорошо делает в боксе. Рето, левый хок. Прискал с правой рукой. Прискал с правой рукой с левым хоком. И как его голову поднял к кембассу. Смотрите, как его голову поднял к кембассу. После панча. Попробуем с ударами. Вы можете прискал с первым шотом. Бам! Второй шот. Где все-таки состоится финал? Решающий поединок всемирной боксерской суперсерии изначально должен пройти 11 мая в Джеде, Саудовская Аравия. Победитель боя, кроме титулов и Кубка Мухаммеда Али, пополнит свой банковский счет на 10 миллионов долларов. Но генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уже заявил, что его страна приложит все усилия, чтобы этот поединок все же прошел на его земле. Мы окажем максимальное давление на организатора всемирной боксерской суперсерии. Мы хотим, чтобы финал прошел в России. Мы будем действовать весьма быстро и постараемся перебить цену, которую платит Саудовская Аравия. Ну а нам, болельщикам бокса, остается только ждать этот долгожданный финал. Продолжение следует...